Здравствуйте, меня зовут Женя и сейчас мы проведем краткий обзор инструкции по пользованию электромобилем Nissan Leaf 2013 года выпуска и выше. И начнем мы с ключа. У нас есть один такой ключ, в котором находится настоящий ключ, который нам по сути не нужен. Он нужен нам только в том случае, если у нас села батарейка и не работает наш брелок бесключевой, то мы можем открыть дверь автомобиля вручную. А так он у нас прячется в брелок и все, что нам нужно, это вот такой брелок, который может находиться у нас в кармане, либо где угодно еще. Первая кнопка закрыть машину. Нажимаем, закрываются все двери. Вторая кнопка открыть машину. Она работает с двух режимов. Нажимаем один раз. Открывается водительская дверь. Нажимаем дважды. Открываются все двери. Третья кнопка открыть зарядный лючок. Нажимаем содержание. Третья кнопка также открывает нам замок, лок, если у нас вставлен пистолет. И четвертая кнопка это поиск машины на парковке. Мы нажимаем ее, удерживаем 3 секунды и машина начинает сигнализировать нам, где она находится. Пищит. Часто бывают случаи непонимания, почему не закрывается ляда багажника. Объясняю. Машина имеет бесключевой доступ и когда ключ находится рядом, багажник всегда открытый. Машина его видит. Поэтому, если вы закрыли машину, можете смело уходить. Отойдя на несколько метров, машина закроет багажник и никто не сможет его открыть. Перейдем внутрь машины и поговорим о всех подробностях здесь. Включается машина двумя способами. Первый это включение для езды. Мы нажимаем педаль тормоза и нажимаем кнопку старта. Доступ бесключевой, ключ у нас должен быть в салоне. Нажимаем один раз, у нас загорается на табло зеленая машинка. Это значит, что машина готова к езде. Мы можем включать джойстик и ехать. И второй режим это включение без педали тормоза. Мы нажимаем на старт один раз и с одного раза у нас запускается зарядка, начинает работать, начинает работать магнитола и на этом все. Если мы нажмем кнопку включения второй раз, запускается все. Машина не может ехать, мы не можем поехать, но работают все. Стеклоподъемники, кондиционер и переходим к джойстику. Есть три режима. Вперед, назад и нейтралка. И четвертый паркинг. Вперед, на себя. Назад, под себя. Паркинг нажимаем вниз. И нейтралка налево. И с удержанием в 2 секунды включается нейтралка. Все это мы видим на экране. На приборной панели все это видно. Вперед, назад, нейтралка. По управлению на руле. Правая часть руля освещена управлением крест-контролем. Также здесь у нас эко режим. В данной машине у нас есть B и D режим. И кнопка эко мы выбираем в каждом из режимов. Возможность режима эко. В данном случае это будет просто педаль газа будет становиться ватной. В левой части руля у нас управление громкостью, переключением радиостанции либо дисков. И управление звонками. У нас полный электропакет. Передние и задние стеклоподъемники. Можно заблокировать возможность открытия или закрытия стеклоподъемников всеми остателями, кроме водителя. Разблокировать. И вот у нас есть интересные две кнопочки. При скорости в 10 или 20 км автоматически блокируют все дверные замки. И когда мы приезжаем, то обычно все дверные за ручки и ничего не происходит. Почему? Потому что нужно в ручном режиме открыть все двери. Если мы это забываем, то получаются такие неприятные ситуации постоянно. И последнее это тройка зеркалов. Выбираем зеркало левое либо правое. И когда выбрали зеркало, можем его поворачивать лево вправо, вверх вниз. То же самое правое. Лево вправо, вниз вверх. В режиме среднем это недоступно. Джойстик просто стоит на месте. Теперь про ручник. Либо в данном случае правильно называется стояночный тормоз. Находится она у нас под левой ногой. Вот эта педалька push-on, push-off на ней написано. Мы ее нажимаем и стояночный тормоз у нас активен. Еще раз нажимаем и отпустили мы стояночный тормоз. Кондиционер. Авто включили. Выбираем температуру. И собственно все. Автоматика все делает сама. Если мы хотим вручную, то переходим в ручный режим. Сами выбираем скорость вращения вентилятора. Направление движения воздухозаборников и настраиваем так как нам хочется. Радио. Диски. Громкость. Выключить. Карта. Меню основное. Можно подключить телефон. Либо в пультузу. Слушать музыку. Поиск каналов. И вот эта кнопка у нас тоже интересная. Тоже ей будет отдельное время посвящено. Это тоже множество настроек по климат-контролю, по таймерам, по зарядкам. Слева у нас показания дневного одометра. Есть два режима. А и Б. Мы коротким нажатием листаем между режимом А и Б. На центральной панели видно эти режимы. И нажатием с удержанием 2 секунды мы сбрасываем выбранный нами либо А, либо Б показатель. И самая сложная кнопка это кнопка бортового компьютера. У нас есть много режимов. Пойдемся по настройкам бортового компьютера. Здесь у нас есть часы, будильник. единицах это у нас настройки температуры и скорости, единицы измерения. По температуре это выбор между фаренгейтами и цельсиями. По скорости это выбор между милями и километрами. Значит с правой кнопкой сверху мы листаем, левой применяем. Сейчас мы правой верхней выбрали, например километры. Нажимаем левую, применяем. Язык, русского нету, есть другие языки. Эффекты это звуки, которые при включении машины и так далее. И factory это сбросить можно на стандартные настройки. Вот эта менюшка очень интересная. Когда мы встали на зарядку, то сейчас вы видите напротив каждого 6 киловатт, 3 киловатта, 120 вольт у нас указано время. Это примерно время зарядки. Тогда когда мы встанем на зарядку, у нас напротив той станции, в которой мы включились, то есть если у нас 6 киловаттная станция, то напротив 6 киловатт будет указано время. Только напротив 6 киловатт. Если это 3 киловаттная станция, то домашняя заряжательность розетки, 220 дома, стандартная зарядка, у вас будет напротив только 3 киловатт стоять время. Что мы видим? Слева у нас температура батареи. Возможные нормальные границы это синие. Зоны синие это плохо уже внизу и красная зона наверху тоже это плохо. Все что между, это средние нормальные рабочие режимы. С правой стороны у нас 88 километров, это прогнозируемый запас хода при 68 процентах заряда текущими. Компьютер считает по прошлому владельца. Например, если я активный драйвер, то у меня будет маленький пробег прогнозируемый. Если я пенсионер, то при таком же 68 процентах заряда у меня будет показатель больше. Два фактора, которые влияют на продолжительность жизни батареи. Первый это плавный разгон. Он влияет и на продолжительность жизни, и на пробег на одном заряде. И второе это не допускать разрядку батареи меньше 20 процентов. Глубокий разряд также вреден, как и зарядка чарджера. Поэтому не опускайте разряд меньше 20. И не разгоняйтесь слишком динамично. И ваша батарейка будет служить вам долго.